Мы предлагаем ребенку налить чаю понарошку и напоить свою маму или попить самому. Для ребенка с аутизмом это практически невозможно, потому что ребенок с аутизмом не играет понарошку, переносный смысл недоступен для него. А ребенок с собственной отсталостью легко нальет и сделает, что он пьет и мамочке своей даст. А ребенок с аутизмом сделает, может быть, пирамидку или проверит отсутствие чая и потеряет интерес к этому чайнику. Если вы знаете одного аутичного ребенка, вы знаете только одного аутичного ребенка, часто говорят медики. Есть характерная для аутизма триада симптомов – нарушение коммуникации, воображения и социального взаимодействия. Но в остальном проявления аутизма очень разные и зачастую шокирующие для окружающих. 12-летнему Павлу два года назад поставили синдром Аспергера. Это тоже расстройство аутистического спектра. При этом у парня высокий интеллект. Вы, например, знаете, сколько людей погибло в Помпее, а Паша знает. Но, как у любого аутичного ребенка, у Паши есть особенности в поведении. Это не понимают ни педагоги, некоторые врачи этого не принимают, а уж простых людей тем более. Потому что, согласитесь, очень странно, когда вдруг едешь, в автобусе вскакивают мальчики и начинают петь «Гимн России». Странное поведение. И тут же начинают… А нам хочется, чтобы на нас просто не обращали внимания. Всемирная организация аутистов считает, что каждый 88-й человек в мире страдает расстройством аутистического спектра. Российское общество психиатров предлагает другие цифры. На каждые 10 тысяч человек приходится 66 аутистов. В Архангельской области такой диагноз поставлен двум сотням пациентов. И это не потому, что аутистов на Севере почти нет. Просто их еще не всегда умеют диагностировать. В 3,5 года, когда мы в садик пошли, нам дали уже направление к психиатру. Ну, время уже тоже упущено было. В 3,5 года нам поставили диагноз умственная отсталость. И вот в 7 лет только нам поставили диагноз аутизм. То есть время, конечно, опять же, мы упустили. Аутизм важно распознать еще в младенчестве. Тогда при правильной коррекции ребенок может интегрироваться в общество. В будущем такие дети не будут жить на пособии по инвалидности, а станут сами платить государству отчисления в виде налогов. Таких примеров очень много, пока, к сожалению, только за рубежом. Коррекция включает в себя не только помощь психологов и психиатров. Важны педагоги, дефектологи, логопеды. И Архангельск сделал огромный шаг в этом направлении. В этом году у нас будет создан Центр комплексного сопровождения детей с аутизмом. Все благодаря запущенной областным правительством двухлетней программе по оказанию помощи таким малышам. В Архангельске появятся специалисты, умеющие работать с аутичными детьми. Будет даже канистерапия, широко практикуемая на Западе терапия собаками. Предусмотрена, безусловно, и система повышения квалификации специалистов, которые у нас работают в школах, в других учреждениях, поскольку здесь тоже возникают достаточно серьезные проблемы. Возможно, уже в этом году некоторые родители детей аутистов смогут отказаться от поездок на коррекционную терапию в Череповец. Там есть нужные специалисты, но каждая такая поездка обходится бюджету семьи в 100 тысяч рублей. Но остается еще одна важная, пока нерешаемая проблема. Каждой маме-аутиста приходится не только бороться за будущее своего ребенка, но и постоянно обороняться от нас с вами, от окружающих. Если мы видим ребенка с физической патологией, то мы сразу понимаем, что у ребенка физическая патология. И относимся к нему соответственно. Наши же ребятки, они все красивые, они отличаются поведением. И тут же начинается, ты плохая мать, ты не воспитываешь ребенка, ты там то-то, то-то, то-то. А на самом деле мы, мамы, вкладываем в наших детей гораздо больше, чем любая другая мать. Я просто давно мечтаю найти кучу себе друзей. Но у меня пока это не получается. Почему? Потому что я, наверное, особенный. Ирина Ившина, Евгений Зыков. 7 дней в регионе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...